Поселок Красное на Волге Сейчас на территории Красного села располагаются многочисленные заводы, компании, фабрики, мастерские и ювелирные дома, где производят и продают драгоценности. Хроника становления, творения народных мастеров, удивительные факты ювелирного промысла и современное творчество художников-ювелиров бережно хранятся в Красносельском музее ювелирного и народно-прикладного искусства. Это единственный музей такого типа в нашей стране, что делает его поистине уникальным. И толчком к организации музея послужило то, что в конце 70-х годов Красносельское училище художественной обработки металла, которое располагалось вот в этом здании, переехало во вновь отстроенный комплекс зданий на другой стороне нашего поселка. Здание было передано нашему музею, отреставрировано и уже для посетителей музей открылся в июне 1983 года. В здании музея памятника архитектуры начала 20 века пять залов. В каждом своя особенная атмосфера. Здесь располагаются как постоянные экспозиции, так и временные выставки, в которых отражается история кропотливого, сложного ремесла красносельских ювелиров. В музее можно посмотреть ювелирные инструменты, найденные археологами 9-10 веков. Потом можно посмотреть изделия красносельских кустарей 19-20 века. Также произведения, известные на весь мир художников Красносельского ювелирного завода. Ну и изделия современных мастеров. Гордость музея – зал «Скани». «Скань» – это узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки. И в переводе с древнерусского означает «сучить, свивать». Рассматривая витиеватые узоры, не верится, что это сделано руками человека. Мы считаем, что уникальной особенностью нашего музея является коллекция «Скани», собранная из лучших работ красносельских художников, которые работали на заводе в 60-х, 70-х, 80-х годах 20 века. Потому что это был период наивысшего расцвета Красносельской «Скани», период мировой славы, отечественной славы нашей Красносельской «Скани». Сложно представить, сколько времени требуется мастеру, чтобы вручную изготовить ажурную тарелку или целую жар-птицу. Изделия из «Скани» всегда пользовались огромной популярностью. Например, этих забавных ежиков мастерицы, по их словам, делали ведрами. Такой был на них спрос. Не меньше поражают посетителей зал резочеканного дела с иконами и окладами, а также временная выставка «Образ женщины в искусстве 20 века». О том, как художники представляли образ прекрасных соотечественниц в прошлом столетии через призму разных течений в искусстве. Если подняться по массивной чугунной лестнице на второй этаж, попадаешь в зал, где представлены работы выпускников и преподавателей Кухом, Красносельского училища художественной обработки металла. Их ювелирные изделия, картины, мебель экскурсоводы демонстрируют с особой гордостью. В пятом зале у нас представлен уникальный, совершенно удивительный сувенир «Чаепитие». Выполнен он из 16 грамм серебра. То есть сам вот сервизик выполнен из 16 грамм серебра, чистого веса, 15,9 грамма. Там 34 предмета. И удивительно то, что мастер, выполняя вот этот сервизик, им были соблюдены все подробности. То есть все предметы полые, крышечки съемные, крайник на самоваре поворачивается. И это далеко не единственное изделие, которое поражает туристов, приезжающих сюда на экскурсии. «Россия – это и есть вы», пишут восторженные посетители в книге отзывов. Впечатление музея вообще просто великолепное. Просто великолепное. Вы знаете, я была пожена тем, что увидела. Мне очень понравился. Просто все заводы преподносят что-то интересное и новое. Отличительной особенностью Красносельского музея является то, что вдохновившись красотой творений мастеров, их можно купить. Конечно, речь идет не о музейных экспонатах, а о современных изделиях, выполненных в точном соответствии со всеми традициями и соблюдением технологий. Это продукция ювелирного производства Красноселья. Миссия компании – сохранить духовные традиции культуры нашей Родины. Вот уже 20 лет Красноселья изготавливает ювелирные изделия православной тематики. Все они сделаны вручную и несут покупателю положительную энергетику. Как раз то, что духовно нас отражает, мы производим нательные кресты. Культурные традиции. Неспроста мы выбрали место представить свои изделия. Вот как раз в музее, на постоянной выставке распродажи. Именно музей – это то место, где соединяется как раз прошлое, настоящее и будущее. Здесь рассказывают о скане, о литейных изделиях. Когда-то начинали совсем малого, ничего не знали. И вот сейчас музей рассказывает об этом прошлом, а мы, в принципе, вот те технологии используем. Изделия, представленные в этом небольшом магазинчике, действительно уникальные. Кресты, охранные кольца, оброски, цепи, браслеты, крестильные наборы – это не просто товар, а произведение искусства, сделанное мастером с вдохновением и верой. Мы все православные, все веруем. И когда делается какое-то изделие, мы всю душу вкладываем в это изделие, чтобы тот, кто его потом купил, носил его с удовольствием. Такой теплый подход к холодному производству всегда возвращается мастерам благодарными отзывами покупателей. Сюда приехали на экскурсию, сами посмотрите, село Красное. И знаем, что здесь очень развита ювелирная производство, скане. И сразу зашли, все понравилось, вот купили. Больше мы нигде не видели в продаже. И вот захотели именно как символ вот этого города купить. Ювелирный промысел – это не просто работа. Это образ жизни жителей знаменитого села Красное на Волге, складывавшийся столетиями. Красносельский музей объединяет в себе историю и современность, бережно хранит традиции и идет в ногу со временем. Его двери всегда открыты для всех желающих прикоснуться к ювелирным тайнам. Музей находится по адресу Костромская область, поселок Красное на Волге, улица Советская, 49. Субтитры создавал DimaTorzok